Губы не покрасили? Ногти не покрасили? Это в следующий раз. Люди знают, что репутация это прежде всего. Если ты эту репутацию любишь, то ты потом теряешь возможность быть публичным. Теряешь возможность иметь доверие. А у нас получается так. Как бы ты себя ни был, ты все равно будешь в пределе, в пределах. Не сошелся с Эдклином на десяти фамилиях, экспертов которые есть. Много сейчас других. Я даже была вчера на ведро с женой Соросом встречались. И там были лица незнакомых мне экспертов. На встречу с Соросом не приглашали, а до кого? И я, например, их не знала. Значит, их телевизор никогда никуда не берут. Понимаешь? Ну, я не понимаю, что ты маешь рацию. Мы можем продавиться, сколько новых экспертов мы ввели, сколько мы опробовали, сколько, да, не сподобалось, а сколько сподобалось. Кроме того, скажем, у меня прикрок, вы не зауваживаете то, что мы взяли курс на столкование с регионом. Нет. Почему? Мы зауваживали. Что до пеков, что-то, то я, например, серьезно думаю, что я его спробую повернуть. Есть такое понятие нерукоподаваемости, да, в профессии. Этот же сегмент может представить тот человек, который рукоподаваемый, да. Можно этот сегмент, точку зрения, представлять человек, который не манипулирует, а так искренне думает. А мы прекрасно знаем, что есть люди, которые просто вот работают, да, вот они работают. Они сознательно манипулируют. Они сегодня скажут одно, а завтра скажут другое. Потому что у них просто есть задача. Потому что у них просто есть задача. И, как раз, он, по-моему, говорил всегда ключ-меншого нас. Они щиро пытаются говорить правду и показывать. Что? Показываем. Сейчас мета номер один – проголосовать закон, который открывает иллюстрацию судов. Он освобождает головы судов, и изменяет порядок делегирования судов в разные организации, которые самоврядны, квалифакционная комиссия и так далее. Мы мали этот закон проштовхнувать у Верховной Рады до съезда судов, который манит отступил 11 квитря. Как нам уже сказали, что суды створили общак специально для блокирования этого закону, для блокирования законов, покликаних реформировать эту судовскую систему. И перенесли этот съезд с 11 квитря уже на 7. Но мы сейчас там в перехватных положениях запишемо, что этот съезд, который будет проведен 7 квитря, он будет считаться таким, что не решит вопрос обновления доверия до судовской системы. И тому уже сразу после ухваления закону нужно будет провести еще один съезд судов, на него обрати делегатов за новым законом, и за новым законом так же делегировать новых судов в органи судовского самоврядувания. Субтитры создавал DimaTorzok «Правда». Окрім того, я вважаю, что сегодня мы должны быть, все журналісти, очень обережными в том, как мы говорим, что мы говорим, что я имею в виду. Мы не имеем права провокировать людей на какую-то агрессию, на эскалацию конфликтов, або на какие-то насилия. Сейчас мы живем в ситуации межевой, между очень важными историческими решениями для страны. И любой прецедент, силовый прецедент неналежной поведенки с боку депутатов, окременных политиков, общественных, диячих, журналовиков должен иметь последствия. Потому что безнаказанность приведет к тому, что это станет нормой, и эта норма будет частью нашей истории в будущем. Я вам скажу больше, что любые европейские политики сейчас на встречах, в частности, с гражданинской области, питают конкретно про этот прецедент. На жаль, они забыли про сотни журналистов, которые, по избавленной зору, отривали травму на Грушевске и других местах на колу Майдану. Но, тем не менее, этот прецедент стал лакмусовым папирцем. И решение цієї кризи, цієї ситуации станет своєридным показником того, наскільки общество переродилось, наскільки воно сдатно принимать совсем другие культурные и політичные решения. Тому, зрозуміло, что журналистская спільнота має работать свої оцінки, громадские свои, но данный парламентарь и его політичная сила повинна вынести належный урок и складывание мандата было бы реальным показником того, что этот урок вынесен. Контрпропаганда это и есть мобилизация как наибольшей к количестве людей. Это означает объединение их. Отже, нам важливо не забивати голову людям своєю штучною правдою, а відкрити їх на зустріч реальному стану речей. Ми маємо їм довіряти, бо найкраще працює з людьми, коли вони відверто відчувають, що їм довіряють. Коли ми, а це я маю на увазі держава, вона спілкується зі своїми громадянами на рівнях. Тобто, вона не демонструє їм, що вона створює для них якусь информационную картинку, а навпаки стає з ними на один рівень і обмінюється з ними інформацією, дає їм можливість висловитися і оперативно реагує на будь-який информационний проявит, який з'являється в прострі. Ми відображаємо те, що відбувається в країні. Вигадувати і затягати туди штучно створених персонажів ми не хочемо. А дехто із тих, хто з'явився і на кого ми звертаємо увагу, ще не настільки нахався сміливості або нахавства або усвідомлення своєї ролі, щоби приходити. Ми запрошуємо багатьох, але вони всі з'являються. Причина різня.